В убийстве президента Гаити принимали участие бывшие колумбийские военные. Об этом сообщил министр обороны Колумбии. В целом, согласно данным гаитянских властей, нападавших было 28, включая 26 колумбийцев и двоих американцев гаитянского происхождения. «После убийства президента Гаити Жувенеля Маиза Интерпол официально запросил информацию у правительства Колумбии и у нашей национальной полиции о предполагаемых подозреваемых. Согласно первичной информации, они – граждане Колумбии, бывшие военнослужащие национальной армии». Убийство произошло ночью 7 июля. Группа вооружённых лиц ворвалась в частную резиденцию Жувенеля Маиза в Пелерине. В президента выстрелили из нескольких видов оружия. Его супругу Мартин ранили. В настоящее время она находится в больнице. Силы безопасности Гаити выследили подозреваемых и вышли на их базу. Они скрывались в доме недалеко от места преступления в северном пригороде столицы Порто-Пренс. Перестрелка продолжалась до поздней ночи, и в четверг власти задержали группу подозреваемых. Это 15 колумбийцев и двое гаитянских американцев. Трое нападавших были убиты, восемь остаются в бегах. Их описывают как профессиональных наёмных убийц, говорящих по-испански. 53-летний Маиз пришёл к власти в 2017 году. А в 2018 в стране вспыхнули протесты. Демонстранты обвиняли президента в ухудшении экономической ситуации и в коррупции в рамках программы по доставке нефти из Венесуэлы. Сам глава государства утверждал, что выступления организовали его оппоненты, недовольные политическими и экономическими реформами. Один из министров Гаити отметил, что убийство было переворотом. «Это убийство было грандиозным свержением демократии. Из профессиональных интересов люди дошли до убийства действующего президента. Это ужасное преступление, в котором участвовали 26 иностранных граждан». На Гаити с 2004 года действовала миротворческая миссия ООН, призванная восстановить порядок после свержения бывшего президента Жана Бертрана Аристида. В 2019-м миссия завершилась, хотя в стране всё ещё царил беспорядок. Сейчас власти Доминиканской республики, которые делят остров с Гаити, призвали организовать новую миротворческую кампанию. Ранее, после убийства президента, Доминикана также закрыла границу с Гаити. «Нам нужна сильная миссия на Гаити, чтобы помочь гаитянскому народу восстановить мир, в котором, я уверен, он очень нуждается». В настоящее время на Гаити действует военное положение, а также объявлен траур.